Продолжение следует... Друзья, всем привет! Это день открытых дверей Института гастрономии. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами поговорим о практике в высшей школе ресторанного менеджмента. Это огромная часть, огромное подразделение, что ли, учебы, которое делает наш институт абсолютно уникальным, а студентов настоящими профессионалами. И такой разговор, естественно, он будет абсолютно невозможен без самих студентов. Поэтому сегодня у нас в студии Лера Еремина, это будущий ресторатор и студентка второго курса, и Анастасия. Анастасия – это очень важный человек, талант-менеджер. Привет, Лера! Привет, Настя! Привет! Друзья, итак, мы начинаем. Настя, сегодня мы говорим о практике, но у меня первый вопрос, который наверняка возникает у тех, кто смотрит сейчас наш прямой эфир. Талант-менеджер. Что это вообще такая задолженность в институте? Потому что, когда я учился, такого вообще не было. То есть не просто менеджер, еще и талант-менеджер. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее. Да, я понимаю, потому что для России это уникальная практика. Вообще моя должность совмещает в себе много функций. С одной стороны, я отвечаю и за карьеру студента, и за его обучение, и за его настроение, как бы это странно ни звучало. Поэтому мы охватываем с талант-менеджером, со вторым, много сфер вообще жизни студента. Стараемся наладить с ним контакт, стараемся, чтобы он чувствовал себя комфортно, и свое пребывание в университете комфортным. И также стараемся развивать его профессиональные навыки, находить его сильные и слабые стороны, для того, чтобы он мог развиваться в дальнейшем. Можешь чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Как вы следите за настроением студента? Это как? Потому что мы стараемся с каждым наладить свое такое индивидуальное общение, с каждым подружиться. Мы все равно немного друзья со студентами. То есть не такое формальное общение, а старайтесь узнать вообще, чем живет каждый студент, какие увлечения, может быть, какие-то особенные таланты дополнительные? Да, безусловно. Мы, когда общаемся с студентами, мы стараемся выяснять их какие-то интересы, то, чем они увлекаются, и направить это в нужное русло. Потому что у нас все время очень много проектов различных, они все интересные, и направить интересы студента в нужное русло, и для того, чтобы он мог развиваться эффективно и с пользой для своей будущей карьеры. Ну, то есть я понимаю, правильно понимаю, что это такая точка, в каком-то смысле, между соединяющая студентов и преподавателей, да, или руководство вуза. Потому что такой человек, который обеспечивает коннект, что ли, взаимопонимание, который, ну, в классических вузах часто, мне кажется, не хватает. Да, с одной стороны, это мостик такой между кафедрой, например, и студентами, а с другой стороны, это такой мостик между будущим работодателем и студентом в том числе. Потому что мы смотрим, какие навыки будут полезны и интересны работодателю в дальнейшем, и смотрим, какими навыками обладают наши студенты. И стараемся это помочь нашим студентам в дальнейшем для их построения их карьеры. Супер, спасибо. Я надеюсь, друзья, теперь нет ни у кого вопросов, кто такой талант-менеджер, и мне кажется, что это должность, не знаю, это профессия, это направление должно быть в каждом вузе, потому что многим студентам этого не хватает. Это вспоминаю, мы идем в деканат иногда, просто, боже, нам очень страшно, когда есть человек, который выступает мостиком, это круто. Лера, вопрос, соответственно, теперь к тебе. Практика. Мы сегодня говорим про практику. Кем ты успела побывать за те два курса, что ты проучилась? На первом курсе практику мы проходили официантами в Берцах и в первом и втором семестре. На втором курсе в первом полугодии мы пошли как хостес и бармены, и во втором полугодии мы должны были пойти на администраторах и тоже на бар. Но сейчас я нахожусь в проекте «Домо-озеро», и это очень интересный проект, там я прохожу свою практику в сфере маркетинга, я курирую полностью этот проект и разрабатываю новую стратегию для данного заведения. Так, стоп, это много, давай по порядку. Вот вернемся к первому курсу. Ты пришла, Лера, будущий ресторатор, Лера, будущий ресторанный менеджер, Лера, будущий управленец, я не знаю, директор, и тебе так «иди поработай официантом». Как вообще, как твои ощущения были, твои впечатления? И сейчас, вот когда ты уже проработала, да, получается, этот период прошел, что ты можешь сказать тем, кто будет на твоем месте? Конечно, мы пришли такие все заряженные ребята на первый курс, сейчас мы пойдем в отдел, и все будет классно, но нет. Мы немножко тогда разочаровались, но сейчас я понимаю, что это очень важно, потому что ты видишь каждый уголочек работы официанта, каждого сотрудника, и понимаешь, что тебе нужно делать, что тебе нужно контролировать, какие зоны нужно улучшать. И очень здорово, что, приходя в институт, мы начинаем с персов, которые заведение довольно-таки массовое, и переходим дальше в рестораны, например, Бенедикт, Формаджи, и понимаем, как изменяется работа официанта в зависимости от уровня заведения. Ну и я так понимаю, что работа официанта, да, ну, ты сказал, там немножко разочарована, но тем не менее, мало того, что, то есть мы понимаем, вы понимаете, всю работу заведения изнутри на самых разных уровнях, начиная с первого, а во-вторых, там же еще есть такой приятный бонус, я помню, когда мы разговаривали с Вероникой на одном из неоткрытых дверей, это чаевые, да, Да, то есть вы, получается, с первого курса вы в каком-то смысле работаете, и эта работа оплачивается, да, так это? Да, более того, у нас, по крайней мере, на первом курсе была оплачиваемая практика, у тех, кто хорошо показывает свои результаты, и плюс чаевые, это, конечно, приятный бонус, иногда он даже довольно-таки большой. И, конечно, сейчас мы видим всю работу официантов, и для чего это нужно было, мы прекрасно понимаем. И, соответственно, потом сможете как-то простраивать какие-то особенности, да? Да, эта работа очень полезна со стороны всех отделов, что бережливо управление, маркетинга, так что этот опыт действительно очень важен. Окей, Лера у нас, значит, побегала на первом курсе официантам, да? Что на втором курсе происходит? Какая у тебя была практика, кроме работы в линейном персонале? Я была хостес, вот, в первом семестре, а потом я поняла, что мне интересен очень маркетинг, и теперь я нахожусь в проекте «Дома-озеро» и выстраиваю маркетинговую стратегию, как я уже говорила. Так как у нас зрители могут быть не только с Красноярска, да, а со всех уголков России, чуть-чуть подробнее. «Дома-озеро» – что это такое? И все-таки в чем заключается там практика твоя? Вот прям поподробнее. «Дома-озеро» – это студенческий проект, который был открыт нашими девочками четвертым курсом этим летом, и сейчас его клето обновляет и перезапускает. А моя роль в том, чтобы полностью выявить целевая аудиторию, подобрать нужные активности, ивенты, разработать новое меню и скорректировать существующее для того, чтобы там была просто куча народа летом, и оно было самое популярное и модное. Так, звучит довольно сложно. Я так понимаю, что к моменту, когда ты уже стала этим заниматься, у тебя уже такой багаж знаний, который позволяет все это осуществить, теоретически, да, и ты сейчас это практикуешь. Да, конечно, но при этом очень много знаний именно было получено на практике, например, в проектах, которые нам давал тот же Алексей Валерьевич Горинский, и также знания, которые получил ее на практике и на первом курсе, и на втором тоже очень сильно пригодились. Какая практика понравилась больше всего из тех, что пока есть? Которая идет сейчас, она самая интересная и самая сложная. Отлично. Настя, теперь вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, вот ты как талант-менеджер, какому курсу нравится какая практика? Мне кажется, что это индивидуально, потому что у нас все ребята, в принципе, индивидуальные, и у всех разные увлечения, разные интересы и потребности. Но мне кажется, что самая такая бойкая практика – это у студентов на третьем курсе, потому что они выходят в отделы, в отдел маркетинга, HR-отдел, финансовый отдел, и там уже на реальных кейсах они обучаются, и уже у них есть возможность сделать реальные проекты. Есть какой-нибудь пример сейчас, которым ты можешь рассказать, чтобы это тоже было наглядно, не теоретически, а вот какой-то проект, над которым студенты работают? Хотя я уже услышал, да, про Дом и Озеро, это же тоже получается студенческий проект. Да, таких проектов много на самом деле реализуется, но один из последних – это наши студенты выходили на практику по бережливому производству, студенты как раз третьего курса, и они выходили в заведениях… Сейчас, секунду, давай остановимся, секунду. Бережливое производство. Друзья, мы сейчас внутри, да, а для тех, кто нас смотрит, это тоже может быть такая не очень понятная фраза. Итак, студенты, бережливое производство. Что это? Бережливое производство – это такой принцип, по которому выявляются потери, и их стараются нивелировать для того, чтобы производство было наиболее эффективным. Это какой-то современный, да, принцип? Да, да, это современный принцип, который сейчас внедряется в заведениях в наших сноярских, и этот принцип успешно работает, и вот студенты как раз работали над таким проектом. Да, я тебя перебил, и в чем заключалась эта работа? Студенты выходили в заведения, в такие заведения, как формаджи, перцы, в крем, выходили студенты наши в гром-бабу и наблюдали сначала за процессами, которые происходят в заведении. Они выявляли потери, например, когда сотрудник очень много совершает лишних движений, к примеру. Это тоже потери, которые они стараются нивелировать определенными… Лишние движения – это что, в смысле он почесался? Нет, например, когда он, осуществляя свою работу, например, ему нужно взять приборы, потом пойти в другой конец зала и, например, взять… Или на другой этаж. Да, да, или на другой этаж взять посуду, а потом вернуться к гостю. Это определенные потери. То есть можно расположить по-другому инвентарь, и что позволит осуществлять быстрее, обслуживать клиента быстрее. И насколько я… В нашем случае гости. Да, насколько я знаком с этой практикой, получается, что даже такие мелочи, они на самом деле кардинально влияют на эффективность ресторана, на эффективность того, как он зарабатывает деньги, да, как обслуживает гостей. Да, безусловно, потому что потери бывают разные, и так совокупность этих потерь дает какой-то определенный результат. И поэтому, нивелируя даже какие-то мелкие, на первый взгляд, потери, это позволяет потом в итоге дать такой положительный результат для заведения. То есть наши студенты уже в таком практикуются, и многие такие их предложения уже были реализованы в заведениях. Ну, таким одним из примеров могу привести, что это в заведениях в Пертехна-Карамзина, например, были установлены специальные выдвижные ящики для приборов, для того, чтобы они удобно хранились, потому что это тоже была определенная потеря. Также были расставлены, вот, казалось бы, мелочь, например, сейчас расскажу, да, крышки как расположены. Крышки чего? Крышки для кастрюль, для сковородок, для кастрюль. Казалось бы, мелочь, но студенты тоже выявили определенную потерю. Когда сотрудник тянется за крышкой, он тоже совершает лишние действия. Если их расставить по диаметру, это уже приведет к лучшему результату. Ну, то есть это какие-то мелкие такие, есть более крупные, есть более мелкие примеры, но они в совокупности эти потери нивелируют. Понимаю, ну, то есть это, знаете, это как вот я дома чего-нибудь ищу, если у меня нет порядка, то это все. Я 10 минут сегодня искал флешку, потому что забыл, куда ее положил. И то же самое, банально я сейчас говорю, но тем не менее, то же самое возможно в ресторанах, и это вот про бережливое производство. Естественно, студенты проходят не только это, да, например, масса всего. Это просто один из таких примеров какой-то лабораторной такой очень работы, потому что я предполагаю, что для этого требуется терпение, внимательность, наблюдать, знать все эти процессы изнутри. Хорошо, друзья, что я не сказал в самом начале? Я не сказал в самом начале, но я думаю, что вы догадались наверняка, что вы можете задавать вопросы. Задавать вопросы Лере, такие, может быть, даже каверзные вопросы про то, как учиться-то в нашем институте. И, конечно, задавать вопросы Насти. И мы сейчас после небольшой паузы постараемся на все эти вопросы максимально полно, максимально полезно, емко ответить. Небольшой перерыв, и через буквально 10-20-30 секунд мы вернемся и ознакомимся с вашими вопросами. Продолжение следует... Отлично, друзья, мы возвращаемся, и у нас куча вопросов. Я сейчас буду мучить девчонок, чтобы они на них ответили. Итак, дамы, вопросы я задаю, сейчас не очень понимаю, кому. Вы отвечайте на них вместе, кто хочет. Первый вопрос, что сложнее, практика или теория? Наверное, этот вопрос я адресую к Лере. Я думаю, что физически на первом курсе сложнее практика и эмоционально, потому что ты встречаешь абсолютно разных людей, плюс ты целый день на ногах. А в теории тебе надо больше напрягать голову и именно учиться. Но именно эмоционально сложнее практика в заведениях, потому что ты вообще контактируешь с разными людьми, и тебе нужно искать ко всем подход, чтобы угождать желанием гостя. Я предполагаю, что, получается, вы проходите теоретический блок, потом идет практика, прям блоком. То есть, это что позволяет делать? Это позволяет не уставать, что ли, не выгорать эмоционально. Да, конечно, потому что под конец третьей недели на практике ты уже хочешь скорее вернуться на учебу, а на учебе ты хочешь обратно вернуться на практику. Вот эта вот изменчивость постоянно, то ты на практике, то ты на учебе, помогает в этом процессе. Да, то есть, уход от рутины, от рутины, которая очень часто бывает, когда учишься, учишься одно и то же. Здесь у нас постоянная смена, и это, конечно, тоже держит в тонусе. И это, конечно, позволяет вот это развивать гибкость, которая очень важна нам сейчас. Да, в современном мире. Настя, я предполагаю, что следующий вопрос к тебе. Талант-менеджер у каждого студента свой? Ну, мне кажется, это было бы слишком, если бы... Великолепно. Да, особенно при росте численности наших студентов. Талант-менеджер закреплен за направлением. То есть, у Выше Школы Ресторанного Менеджмента свой талант-менеджер, собственно, я. И у Выше Школы Гастрономии, то это свой талант-менеджер. Лера, теперь вопрос к тебе. Почему ты решила поступать именно сюда? Это очень долгая история, но если кратко рассказать, то мои родители в Самаре тоже участвуют в таком бизнесе, который связан с общественным питанием. И однажды я решила, что все-таки надо. Мне про него, про институт рассказал Коша Карпенко из Москвы, который представляет Хурмугрупп. И я, собственно, оказалась здесь, подала документы и приехала в сентябре учиться. То есть, такое немножко родословное, да? Родословное, да. Да, но очень классно, что мне были интересные рестораны и маркетинг. Я хотела изначально поступать в Высшую Школу Экономики на рекламу связи с общественностью, а здесь все соединилось в одно, и это просто суперкомбо какое-то. То есть, получается, наши студенты изучают же не только сугубо узкорестораны, узкорестораны, то есть вы изучаете в принципе в целом маркетинг? Эта сфера включает в себя, мне кажется, все вот эти направления деятельности, и маркетинг, и управление, и финансы. То есть, то, что тебе нравится, ты можешь выбирать и работать в этой сфере просто в ресторанной индустрии. Следующий вопрос тоже у нас получается к Лере, такой уже более бытовой. Ты живешь в общежитии, и если да, то соседи у тебя с вашего института, или откуда ты, из других мест, из других институтов? Да, я живу в общежитии, и что очень классно, оно у нас самое новое, и мы живем по двое в квартирах полноценных. Да, два этажа – это только институт гастрономии, все соседи – это только ребята из гастрономии, либо из ресторанного менеджмента. Мы все общаемся, дружим, делимся всем и собираемся вечерами. Это очень круто. То есть, все свои? Все свои, да. Супер. Настя, ну, наконец, заедствую тебя, потому что сколько уже можно. Такой вопрос – сколько часов занимает практика в месяц? А к тебе ли это вопрос? Ну, я могу сказать в неделях, например, да. Например, если мы говорим о первом курсе, то в семестре, то есть у них включают в себя две практики, да, по три недели. Примерно вот так. Вот. Хорошо. Кто нужно, те посчитали сейчас, да, в голове? Да, но каждый день, каждый день 6 часов. Каждый день 6 часов. Вот отсюда отталкивайтесь. Окей, а следующий вопрос. Лере, и снова он такой инсайдерский. Дорого жить в другом городе еще и без родителей? Ну, вот признавайся, рассказывай, сколько угодно. Ну, если планировать свой бюджет, то можно жить хорошо. И, в принципе, ты будешь тратить разумное количество денег. Но с учетом, что мы очень все любим рестораны и всю эту индустрию, то выходит дороговато. Ну, понятно тут рестораны. Это профессиональная деформация. Отлично. Следующий вопрос, девчонки, я не знаю, наверное, и Настя, и Лере тут обеим. Хотя, изначально к Лере, после института ты будешь работать в домике озера. И гарантирована ли работа? Хочешь ли открыть свое заведение? Я думаю, что часть вопроса можно к Насте, на самом деле, переадресовать, да, про гарантированная ли работа, хотя и Лера тоже может что-то сказать. Ну, а про домик у озера это, конечно, к тебе. Давай, Настя, давай начнем с тебя, про гарантированное ли трудоустройство. Вообще, как это построено у нас в институте? Насчет трудоустройства у нас только в этом году будет первый выпуск. На протяжении всего периода обучения студентам дают максимальное количество практических и теоретических знаний. Поэтому на выходе студент, сам формируя свое портфолио, свое теоретические знания свои, подкрепляя их практикой, он может выйти на рынок труда очень конкурентоспособным. Поэтому студенты, выйдя на рынок труда, думаю, им не составят труда, трудоустроиться именно по той специальности, которая им интересна. Тем более возможностей в процессе обучения очень много. Проходя практику, многих студентов забирают прямо, потому что они очень хорошо проходят практику, их даже приглашают в заведение, ну, то есть проходя практику. То есть, да, друзья, в каком-то смысле, она действительно, работа гарантирована. Если есть желание, вы ее обязательно найдете, никуда не денешься. Лера, к тебе про домик-то у озера и не хочешь ли открыть свое заведение. Я дополню сначала слово Насте. В ходе обучения мы также приобретаем огромное количество знакомств. Это и рестораты различных регионов, столицы. То есть, такое количество контактов, которым мы сейчас обладаем, это просто что-то невообразимое для студентов других институтов, например. А по поводу дома-озера, это студенческий проект, который мы ведем сейчас. Когда мы закончим обучение, я думаю, что его продолжат введение другие студенты. А следующий вопрос? Следующий вопрос. Не хочешь ли открыть свое заведение? Возможно, в будущем. Когда я пришла на первый курс, я определенно хотела только свое заведение. Но в ходе обучения ты понимаешь, что есть куча всего интересного, чего бы ты хотел узнать, научиться, и уже потом возможно открыть свое заведение. И, друзья, кажется, что последний вопрос. У вас еще есть время что-то написать. Но он такой интересный. Применяешь ли знание английского на практике официантом? То есть, вот так вот. И давай заодно тогда, для чего мы учим английский? И не только ведь английский, да? Мы же учим еще французский. Выше школы гастрономии. У тебя английский, французский, мы учим английский. Да, ну вот давай рассказывай, на практике официантом. Много у тебя иностранных гостей? Вообще как? Ну, вообще встречались и мне, и ребятам, моим одногруппникам иностранные гости, и банальные знания английского. Так как мы его учим с профессиональной точки зрения, начиная с приборов и заканчивая собеседованием и маркетингом, то они, конечно, пригождаются. И отсюда можно перебросить, прости, что перебиваю, мостик к предыдущему вопросу про гарантированное трудоустройство, про то, что, естественно, если вы выходите из института не просто с каким-то общим знанием английского «Hello, my name is Dmitry, I live in Красноярск», да? А когда вы выходите со специализированным знанием английского, то есть узкопрофессиональным, не просто базовый уровень, а узкий, то, естественно, вопрос трудоустройства, он уже расширяется не только на нашу страну, а и на, в принципе, на другие страны. Окей, прости, что тебя перебил, ты запомнила мысль, надеюсь, продолжай. Да, более того, я уже сказала, что мы учим его профессионально, и сейчас нам сделают тест, который будет сертификатом для подтверждения своего знания английского языка, который также будет влиять при трудоустройстве очень сильно. Спасибо. Я надеюсь, Лера сейчас ответила на этот вопрос про английский. Что ж, друзья, кажется, на этом все. Все вопросы я озвучил, и хочу поблагодарить Леру, хочу поблагодарить Настю, и хочу, естественно, поблагодарить вас за внимание, за то, что вы были с нами. На этом я на сегодня прощаюсь, но не прощаюсь с вами, потому что уже буквально через неделю у нас следующий день открытых дверей, и мы будем мучить следующих студентов своими расспросами. У нас будут студенты, сегодня была высшая школа ресторанного менеджмента, в следующий раз это высшая школа гастрономии, и там тоже я задам несколько каверзных вопросов, и мы обсудим там и общежитие, и французские обсудим. У французского нет, да, у ресторанного менеджмента, у гастрономии есть. Все-все обсудим, поэтому через неделю на этом же месте подключайтесь, будет интересно. Все, пока-пока, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok